Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. Сегодня в нашей программе вы увидите. Зачем немцы строили бункеры на Тибете? Это очень интересное сооружение, которое называется Горати Джунг. Кого убили вместо Гитлера? До сего времени мы точно не располагаем информацию о местонахождении Адольфа Гитлера. Куда исчезло сокровище Черного замка СС? После взятия Версберга англо-американскими войсками ни одного кольца там не нашли. Взгляните, это легендарный американский полярник Ричард Бёрд. В начале 1947 года его экспедиция подошла к берегам Антарктиды. Правда, в отличие от трех предыдущих, она больше напоминала не исследовательскую, а военную операцию. Известный полярник прибыл к ледяному материку в сопровождении мощной военно-морской эскадры, в которую входили авианосец «Касабланка», несколько десятков самолетов и вертолетов, 12 военных кораблей, подводная лодка и почти 5000 персонала. Называлась операция на американский военный манер «Хайджамп», то есть высокий прыжок, и финансировалась военно-морскими силами США. Первые две недели все шло по плану. Самолеты и вертолеты поднимались в воздух и вели аэрофотосъемку загадочного ледяного материка. Но вдруг произошло что-то необъяснимое. Американская эскадра, планировавшая пробыть на Антарктиде не меньше полугода, уже через два месяца снимается с якоря и спешно берет обратный курс к берегам Соединенных Штатов. Произошло нечто непонятное. Радиолюбители, которые в 1947 году слушали эфир, сообщали, что шли вот такие тревожные сообщения, что мы нашли базу 211, между нами и полюсом лежит противник, мы несем большие потери. После этого эскадра, которая должна была находиться полгода в Антарктических морях, спешно вернулась домой. После возвращения руководитель экспедиции Ричард Бёрд собирает чрезвычайную следственную комиссию Конгресса США, на которой представляет свой секретный доклад. Некоторые фрагменты этого сенсационного документа странным образом просочились в американскую прессу. Уже на следующий день газеты пестрили заголовками о том, что Соединенным Штатам в срочном порядке нужно принять защитные меры от истребителей противника, совершающих вылеты из полярных районов. И что в случае новой войны Америка может быть уничтожена невиданными истребителями, которые способны совершать перелеты с Северного полюса на Южный без дозаправки и с невероятной скоростью. Но что именно так напугало адмирала Бёрда и почему экспедиция спешно покинула берега Антарктиды? Военная эскадра в составе одного авианосца, 12 кораблей, двух подводных лодок, вышла к берегам Антарктиды, где встретилась с чем-то неизвестным. После этого адмирал Бёрд дал только одну пресс-конференцию, после чего исчез, пропал и якобы, по слухам, находился на излечении спецлечебницы. Возможно, разгадка столь странного исчезновения адмирала Бёрда кроется в событиях, которые произошли за полтора года до злополучной экспедиции летом 1945 года. Тогда в аргентинский порт Мардальплата вошли и сдались властям две немецкие субмарины. Это были необычные лодки. Они входили в состав так называемого конвоя фюрера. Сведения о том, какие именно задачи выполняло это сверхсекретное соединение, до сих пор остаются тайной. Это был уже июнь 1945 года, когда в аргентинский портал оплату вошли две подводные лодки. У-977 под управлением Хайнца Шеффера и У-533 под управлением от Тавермаута. Взятые в плен экипажа субмарин были не слишком разговорчивы, но все-таки американцам удалось кое-что узнать. Так, например, командир лодки У-977 Хайнц Шеффер рассказал, что участвовал в операции под кодовым названием «Валькирия-2». Оказывается, его субмарина неоднократно совершала морские походы к берегам Антарктиды. После недолгих опирательств капитаны признались, что они ходили по так называемому южному маршруту Лаплаты в Антарктику, конкретно в землю королевы Мот, по картам, которые были им предоставлены немецким антарктическим институтом. Там они, якобы, по их словам, они везли 30 пассажиров, лица которых были сриты хирургическими повязками. Также на каждой лодке находилось по 6 неких таинственных медных кофров и якобы само Копье Судьбы, которое до 1938 года хранилось в Венском музее. А командир другой подлодки, У-530, и вовсе признался, что за три недели до окончания Второй мировой войны его экипаж доставил на ледяной материк реликвии Третьего рейха, личные вещи Гитлера, а также пассажиров, лица которых были скрыты повязками. Но почему именно в Антарктиду? Недавно ученые совершили сенсационное открытие. В Антарктиде под слоем льда толщиной около километра они обнаружили огромные озера. Самое удивительное, что вода в них имела температуру до плюс 18 градусов, а над поверхностью озер возвышались куполообразные своды, которые были заполнены также теплым воздухом. Эксперты не исключают, что вода могла подогреваться снизу, и что из этих озер в океан вытекали настоящие теплые реки. За тысячи лет они могли создать подо льдом и даже под землей огромные туннели, которые как нельзя лучше подходили для устройства в них тайных баз, недосягаемых для любого противника. К слову сказать, забегая в прошлое, в 1939 году немцы звали его в свою экспедицию, дабы придать ей статус официальной и гражданской. Но по утверждению самого Ричарда Берда в интервью журналу National Geographic от 1940 года эти полярники имели рожу вылитых гестаповцев, а на борт Шваби их грузили торпеды и снаряды. В пользу этой, казалось бы, фантастической версии говорят и недавно обнаруженные документы и воспоминания участников тех событий, когда нацисты на самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Новая Швабия или база 211. Такое кодовое название носило это сооружение. Но зачем нацистам понадобилась военная база, которая находится за тысячи миль от Германии, да еще подо льдом? По мнению экспертов, в столь экзотических условиях немцы создавали новейшие виды вооружений, которые основывались на новых физических принципах. Среди этих документов были очень интересные донесения, которые говорили о том, что уже в 1939 году немцы снарядили не просто научную экспедицию в Антарктиду, а поплыли они туда конкретно пытаться найти древние города той цивилизации, которая существовала на Антарктическом континенте, несколько тысяч лет назад, и может быть даже миллионов лет назад, когда Антарктида была еще пригодна для жизни. Пожалуй, самой загадочной организацией Третьего Рейха считалось общество Ананербе, за тайными которого до сих пор охотятся спецслужбы разных стран. И в этом нет ничего удивительного. Ведь Ананербе была единственной организацией в истории, которая использовала магию и потусторонние силы при официальной государственной поддержке. Ни одна другая подобная структура в мире не финансировалась столь щедро и не имела в своем распоряжении такого количества информации, как Ананербе. Инициаторами создания этого общества магических и оккультных технологий были правители Третьего Рейха. Геммлер, безусловно, так как он являлся руководителем, преемником обществ Туле и других сродных им по задачам, организация Ананербе, он был, безусловно, авторитетом в Германии по вопросам арийской теории. По словам исследователей, официально Ананербе было создано в 1935 году и предназначалось для изучения древней германской истории. Само название Ананербе можно перевести как «Наследие предков». Правда, область интересов этого общества была куда шире, чем обычное изучение исторических корней немецкой нации. В этом отношении можно сказать, что весь, например, Третий Рейх был до известной степени проектом, как говорится в современном языке, по реализации этих древних представлений о высшем предназначении германцев, арийской расы. И, собственно говоря, вся нацистская Германия была реализацией этого проекта. Естественно, что немцы и пытались найти отзвуки этого соответствующего проекта, или пытались найти, если так можно выразиться, духовные корни или источники для своей вот этой духовной силы за пределами Германии. Идеологи нацизма в фашистской Германии активно распространяли миф о том, что когда-то в стародавние времена на Земле существовала самая мощная цивилизация, которой были доступны практически все наивысшие знания. И вот спустя столетия пришло время отыскать и расшифровать все тайны мироздания, оставленные немецкими предками. Дескать, именно они-то и должны возродить сверхчеловека в Германии, так называемого потомка древних ариев. Немцы считали, что Антарктида, возможно, явится тем районом, где могут быть созданы немецкие колонии или поселения. Тем более, что вот это еще подпитывало их эзотерическими представлениями о том, что эти колонии не только дадут возможность жизненного пространства для немецкой расы, не только дадут возможность иметь дополнительные точки опоры в рамках нашей планеты, но и явятся очень важным связующим мостом или связующим элементом между Германией и представителями подземного человечества. Причем поисками таких исторических корней, как германской или индо-германской, так и вообще любой другой цивилизации, сотрудники Анна Нербе начали заниматься задолго до начала Второй мировой войны. Им предстояло решить главную задачу – отыскать родину арийцев. По одной версии, она могла находиться в Индии, по другой – в Тибете. Сна 1945 года. Посмотрите, на кадрах кинохроники запечатлен исторический момент взятия Берлина советскими войсками. Над Рейхстагом развивается знамя победы СССР. Рейх, которому Гитлер обещал тысячелетия жизни, просуществовал всего 12 лет. Но мало кому известно, что во время штурма Рейхсканцелярии советские солдаты с удивлением находили трупы людей с азиатской внешностью, в фашистской форме. И это при том, что ставку Гитлера охраняли только самые преданные, элитные части СС. Но какое отношение к самой чудовищной организации Рейха могли иметь выходцы из Азии? Бытует мнение, что это были тибетцы. При взятии Берлина действительно на стороне Третьего Рейха были азиаты из Тибета, как считается, которые в том числе до последнего сражались даже при взятии Рейхстага, насколько известно. Это кажется невероятным, но незадолго до начала Второй мировой войны фашистская Германия и тибетское правительство пытались установить партнерские связи. В 1939 году немецкая делегация, которую возглавил натуралист и биолог Эрнст Шеффер, отправилась в Тибет. Не исключено, что в ее составе был сам Адольф Гитлер. Именно поэтому эксперты склонны считать, что настоящей целью той экспедиции были поиски легендарной Шамбалы, а также изучение паранормальных сил. Две недели велись переговоры, различные, так сказать, мистерии проводились, кинофотосъемки и прочее, прочее, прочее. Создается впечатление, что в этот момент фюрер как раз, так сказать, пребывал на Кайласе, потому что хотел там построить бункер, и бункер построили, а все тайные бункеры фюрера он осматривал, место строительства сам, самолично. Немецкие историки утверждали, что экспедиция пробыла в Тибете около двух месяцев и даже посетила священное место оплота буддизма – Ярлинг. Известно, что нацисты пытались выведать самые невероятные секреты у хранителей магических практик – учителей Шамбалы. И надо признать, им это удалось. Тибетские монахи активно работали с Германией. Немцы здесь несколько упредили. И вот в беседе с учеными, немецкими работающими по этой тематике, уже в 1939 году мы знали, что немцы получили принципиальные схемы создания ядерного оружия, создания лучевого оружия, создания принципиально новых летательных аппаратов и так далее. О том, сколько всего немецких экспедиций пыталось найти легендарную Шамбулу, ученые спорят до сих пор. Некоторые из них утверждают, что Гитлер тоже посещал Тибет вместе с группой Шефера. Исследователь Александр Редько уверен, что во время той экспедиции специально для фюрера были построены потайные бункеры в самом сердце Тибета. Невероятно. Но группа исследователей под его руководством смогла даже найти эти секретные убежища. Мы были в этом бункере, мы его нашли, нам, естественно, показали этот бункер. Это очень интересное сооружение, которое называется Горати Джунг. Некоторые называют его Малым Кайласом. Она непосредственно примыкает к Кайласу, и вот видно, что она, ну, явно искусственного происхождения, в отличие от самого Кайласа. Значит, она состоит из двух таких блоков, массивных, каменных, и сверху закрыта такой конической, совершенно ровной, снежной, якобы, шапочкой. Но что Гитлер собирался найти в сердце Тибета? И зачем им понадобилась Шамбала? Нацисты считали, что это мистическое место, расположенное глубоко под землей, дает безграничную власть над миром. У них ассоциировалось понятие Шамбала именно с возможностью получить такую безграничную власть. И многие древние тексты, анализ их связывает Шамбалу с районом около Кайласа. Но здесь сразу необходимо отметить, что это понятие Шамбала очень многомерная вещь. И одна из земных проекций Шамбала действительно может быть в этом районе. Найти в Тибете вход в Шамбалу нацистам так и не удалось. Поэтому они посчитали, что он может быть спрятан в легендарной стране Гипербореи, которая предположительно находится в районе Северного полюса. Если мы будем ориентироваться на исторические моменты, которые нам известны еще со школьницами, то есть такая территория Гиперборея, которая считается прородиной человечества. Оттуда вышли все, по большому счету, ремесла, искусства, науки. Там жил счастливый народ, который, кстати, был оберегаем богами. Но все забывают, что Гиперборея, по большому счету, слово-то греческое. И с легкой руки греческих историков она как бы и пошла гулять по миру. Исследователи полагают, что загадочную Гиперборею постигла такая же печальная участь, что и Атлантиду. Легендарная Земля погибла в результате катастрофы и была погребена под толщей воды. Другие историки склонны полагать, что именно Гиперборея является мистической прародиной арийской расы. Так называемая арийская раса, наша пятая раса, она возникла порядка 20-30 тысяч лет назад. И возникла она в такой мистической стране, которая называлась Гиперборея. Ну так ее теперь у нас называют. Она располагалась где-то на севере, то есть в районе Кольский полуостров, Гренландия, вот где-то в этом, так сказать, вот, если провести общую окружность, где-то там. На днях, похоже, раскрыта одна из самых больших тайн Великой Отечественной войны. На Кольском полуострове сделано археологическое открытие. Это именно там, где долго стояли базы элитного немецкого спецназа Эдельвейс и жили агенты оккультного общества Ананербе. Никто не знал, что они делали здесь, так далеко от линии фронта. Но вот, наконец, российские историки подобрались к разгадке этой тайны. Найден вход в подземный лабиринт, который древнее нашей цивилизации. Взгляните, эти уникальные кадры были сделаны командой мурманского историка Игоря Мочилова. На них запечатлен вход в подземный город. Самое удивительное, что он сделан в античном стиле, который совсем не характерен для здешних мест. Я ожидал увидеть стандартный опорник наверху с кучей загадок и так далее, но я никак не ожидал увидеть, скажем так, подземелье, украшенное таким вот интересным орнаментом. Первое, что увидели исследователи, попав внутрь, это помещение площадью примерно 25 квадратных метров и высотой около 3 метров. Отсюда берет начало тоннель, который тянется внутрь горы, а затем уходит вниз. Но пройти по нему команда мурманского историка Игоря Мочилова просто не рискнула. Проход был частично завален. А по камням, сложенным в центре помещения, можно было предположить, что расчистить его пытались скорее всего немцы. К тому же они могли оставить здесь минные ловушки и неразорвавшиеся снаряды. Дальше начинался спуск, темнота и завалы. Так как мы не были подготовлены, мы, скажем так, ну фактически ехали на разведку, когда точные координаты, значит, этого Абергофа получили уже, что не промахнемся. Команда Игоря Мочилова приняла решение вернуться в это таинственное место летом со специальным оборудованием, чтобы уже обстоятельно исследовать его. И, наконец, ответить на главный вопрос, почему немцы так стремились сюда? Что искали здесь мистики Третьего Рейха? Хотя уже сегодня историки выдвигают шокирующую гипотезу. Это кажется невероятным, но это и есть тот самый подземный город, исчезнувший цивилизацией Гиперборея. А гитлеровцы искали здесь оружие и уникальные технологии, которые могли быть спрятаны в тайных лабиринтах города. Причем, как выяснилось, подобный тайник на территории современной России может быть не один. И нацисты прекрасно знали об этом. Поэтому они искали входы в подземные города, сохранившиеся с древних времен. По мнению Игоря Мочалова, который уже 15 лет изучает историю Второй мировой войны, немцам было известно, где именно спрятаны шахты, ведущие в подземные города. Куда ведут эти удивительные шахты? Не в ту, условно говоря, полую землю, которую тоже искали нацисты. И, возможно, где-то и в горах кавказских, и, возможно, на русском севере, они нашли именно входы в некую подземную цивилизацию. Кто его знает? А может, там они нашли возможность общаться с великими неизвестными. Самое удивительное, что древние тоннели в подземную цивилизацию действительно существуют. Причем их много. Такое сенсационное признание сделал немецкий ветеран в переписке с историком Игорем Мочаловым. Немецкий солдат рассказал исследователю удивительные подробности обороны Кольского полуострова. Оказывается, вся служба солдат вермахта была разбита по секторам и держалась в строжайшей секретности. Так, например, отряды одного не знали, что происходит у соседей, а центральный сектор был и вовсе окружен особой линией обороны. Более того, попасть туда могли только офицеры элитных подразделений СС. И он как раз мне и сказал, что непосредственно в центре, вот как раз в середине, находились Тотенковы, и туда вообще простым смертным, скажем так, доступ был запрещен. Вот. И как раз вот именно в тех местах, в которых вот я, собственно, и бывал. Вот. Ну и потом это начало подтверждаться уже непосредственно находками, которые там находились. Действительно, за несколько лет поисков команда Игоря Мочилова обнаружила в этом месте целую коллекцию предметов, принадлежавших бойцам подразделений армии вермахта. От знаков различия горных егерей Эдельвейс до медальонов дивизии «Мертвая голова». Но что элитные войска СС могли столь усердно охранять в этом месте? Причем не допуская внутрь линии обороны даже соседние отряды. Чтобы ответить на этот вопрос, историк нанес на карту все находки и проанализировал полученные данные. Результат позволил ему приблизиться к разгадке одной из самых главных тайн Второй мировой войны. Стало понятно, почему немецкий опорный пункт Обергоф на Кольском полуострове был настолько старательно замаскирован. Если не знаешь, где Обергоф, то ты никогда его не найдешь. Надо точно знать, потому что мимо Обергофа можно пройти буквально в метре, и ты даже не догадаешься, что он там есть. Посмотрите. Эта настольная игра сегодня бьет все рекорды продаж в Европе и США. Секретный Гитлер. Так называется этот бестселлер. Правила игры напоминают известную мафию. Только участники в ней делятся на либералов и фашистов, примеряя на себя роли видных политиков Германии 40-х годов. А некоторые игроки даже получают возможность почувствовать себя Адольфом Гитлером. Поразительно. Но это приводит их в неописуемый восторг. А вот эксперты с тревогой констатируют, фашистский диктатор сегодня настолько популярен, что мода на него докатилась даже до Ближнего Востока. Посмотрите, этот магазин одежды под названием «Гитлер-2» расположен в палестинском городе Газа. На входе покупателей встречают манекены шахидов, вооруженные холодным оружием. Мне нравятся эти вещи. И название магазина просто фантастическое. Неужели все мы становимся свидетелями возрождающегося нацизма? Более того, некоторые историки всерьез полагают, что Адольф Гитлер действительно живее всех живых. Авторы подобных версий всерьез утверждают, что основатель Третьего Рейха вовсе не застрелился в своем бункере в 45-м году, а выжил и даже бежал из Германии на другой конец света. Причем некоторые историки полагают, что фюреру даже удалось дожить до преклонных лет. Среди этих документов была одна такая интересная пояснительная записка, назовем ее так, по линии ЦК КПСС, где были такие странные слова. Это был от, по-моему, 29 октября 1945 года, где было сказано, что до сего времени мы точно не располагаем информацию о местонахождении Адольфа Гитлера и его ближайшего окружения. И была ниже сделана рекомендация всем оперативным сотрудникам, всем, скажем так, контрразведчикам в других странах, активизировать агентурную работу с целью выявления нахождения оставшихся нацистских преступников и непосредственно Адольфа Гитлера. Взгляните, этот маленький город, расположенный на берегу красивого горного озера, окруженный душистыми сосновыми лесами, легко можно принять за немецкую деревушку. Все здесь, как в Германии. Аккуратные домики, тихие парки и уютные ресторанчики, где подают изысканное немецкое пиво. Только город этот находится вовсе не в Германии, а на другом конце земли, в Аргентине, у подножья Патагонских Ант. И называется он Сан-Карлос де Борилочи. Удивительно, но большая часть его населения говорит на немецком, а не на родном для Аргентины испанском языке. А все потому, что именно сюда бежали нацисты всех степеней и мастей после окончания Второй мировой войны. Именно так Борилочи стал настоящей столицей нацизма в Южной Америке. Это скромное поселение, которое никого не волновало. И даже если бы Гитлер прогулялся бы по Борилочи, просто по любому району среди старых деревянных домов, его бы приняли за какого-нибудь обычного немца, швейцарца, австрийца или венгра. Он был бы иностранцем среди иностранцев, смог бы спокойно разгуливать. Никто бы его не узнал. Другой исследователь, автор документального бестселлера «Гитлер» в Аргентине, писатель Абел Басти, полагает, что фюрер жил неподалеку от городка Борилочи на изолированной вилле. Ее будто бы специально построили для Гитлера в 1946 году. Причем жил диктатор под именем Адольф Шутельмайер. Согласно информации, полученной в ходе моего исследования, Гитлер не погиб. В качестве основного метода я использовал опрос свидетелей и работу с документальными материалами. Посмотрите, вот он, тот самый аргентинский дом Гитлера. Невероятно, но расположение и планировка комнат действительно напоминают Бергхоф. Официальную резиденцию фюрера в Баварских Альпах. Впрочем, сторонников этой версии не так много. Большинство историков считает, что Гитлер так и не добрался до своего аргентинского домика, а все же покончил с собой в апреле 1945. Правда, тысячи его соратников все-таки сумели скрыться от возмездия. Огромные поселения сбежавших нацистов существовали не только в Аргентине. Они были и в Парагвае, Бразилии, Чили. Бывшие эсэсовцы и гестаповцы, коменданты концлагерей и лагерей смерти, спокойно доживали свои дни в маленьких южноамериканских городках с хорошим климатом, а потом тихо умирали и хоронили их под звуки нацистских маршей на чистеньких немецких кладбищах. В одной только Аргентине осели Вильфред фон Овен, старший помощник рейхсминистра пропаганды Иозефа Геббельса. Ганс Рудель, самый результативный пилот люфтваффе, который бомбил и блокадный Ленинград, и Сталинград, и Курск во время Курской дуги. Эдвард Рошман, комендант рижского гетто по прозвищу Рижский мясник. Все эти преступники сбежали по специально созданным каналам, которые историки называют крысиными тропами. В это трудно поверить. Но оказывается, эти крысиные тропы, с помощью которых укрылись от правосудия тысячи нацистских преступников, были созданы благодаря Красному Кресту, Ватикану и американским финансовым воротилам. Американцы разработали специальный проект, они назвали его «Скрепка», который предполагал использование нацистских ученых, притом самого широкого профиля, для того, чтобы приспособить их к нужным или адаптировать их к американским нужным. Еще до начала Второй мировой войны власти США охотно сотрудничали с нацистской партией Германии, а финансовые воротилы Суолл-стрита делали совместный бизнес с фашистами. Но самое удивительное, что и после 1945 года американские благодетели помогли многим нацистам скрыться от военного трибунала. Так, например, Соединенные Штаты пытались спасти от виселицы рейхсмаршала Германа Геринга. Во время Нюрнбергского процесса к этому высокопоставленному нацистскому чиновнику было очень много вопросов. Из всех рейхсминистров только он мог знать, где спрятаны золото, деньги и произведения искусства из разграбленных музеев. Только Железный Герман был осведомлен и о технических достижениях Третьего рейха. Ведь он возглавлял Имперское министерство авиации и курировал самые перспективные военно-технические проекты, многие из которых опережали свое время. Технологии, ноу-хау, военные особенно, представляли, пожалуй, главный интерес. Немцы, по легендам, получили определенную информацию из Шамбалы, с чертежами, и с секретами технологическими новых видов оружия. Почему Гитлер говорил, мы сейчас создадим новое оружие, и оно поможет нам победить коммунизм? Они не успели. Летающая стрелка была создана, были фотографии, совершала полеты, и говорят, что летала в Токио. Поэтому Геринг, он знал места расположения заводов, но знал инженеров, которые работали над этим. Ради информации, которой владел Геринг, американцы разработали уникальную операцию. Согласно версии некоторых источников, разведка США пошла с ним на сделку. В обмен на сведения, Железному Герману была обещана не просто свобода, а сытая и богатая жизнь до глубокой старости. На что он, конечно же, согласился. Герман Геринг должен был тайно уехать в США, а для остального мира умереть. Издревле существовало такое понятие, как институт двойников. Понятие подразумевает сохранение лидера. То есть, прежде всего, для безопасности самого лидера государства от элементов с психическим расстройством. Вот, но никто не запрещает в случае сговора использовать тактику подмены лидера на двойника. Для этого американские спецслужбы решили инсценировать самоубийство Геринга. С помощью новейшего препарата, способного на некоторое время превратить живого человека в бездыханный труп. Они попытались убедить Международную комиссию в том, что железный Герман наложил на себя руки. И вот в печь крематория отправляется тело другого человека. А тем временем Рейхс Маршалл уже летит над океаном к обещанной сытой и богатой жизни. Казалось, спецслужбы США продумали все до мелочей. Но не учли одного важного обстоятельства. Как выяснилось, одним из пристрастий Германа Геринга были наркотики. Когда-то во время пивного путча Герман Геринг получил пулю в пах. Ранение оказалось настолько болезненным, что Рейхс Маршалл стал колоть себе морфий и пристрастился к нему. Я думаю, что это был один из таких сверхновых и, наверное, во многом еще опытных препаратов, которые могли погрузить человека в такое состояние анабиоза. То есть очень сильно снизить температуру, замедлить пульс. Ну, фактически, это была такая имитация смерти. Геринг ведь был наркоманом. На это не надо закрывать глаза. И когда его начали готовить постепенно, маленькими дозами к принятию вот этого препарата, его организм уже начал реагировать не совсем адекватно. То есть у Геринга не снижалась температура, как надо. У него не падал пульс, у него очень сильно, мощно работало сердце. То есть этот препарат действовал на его психику, а не на его физику. И вот когда наступил критический такой момент, когда, в принципе, уже надо было дать ему это лекарство в полном объеме, чтобы его погрузить в состояние анабиоза, вот здесь произошел сбой. Ночью 16 октября 1946 года в Нюрнбергской тюрьме казнили нацистских преступников. Когда приговор международного трибунала был приведен в исполнение, дверь спортивного зала, где все происходило, внезапно открылась, и охранники внесли труп еще одного мужчины. Это было бездыханное тело Германа Геринга. Он принял тот самый новейший препарат. Но вместо ложной смерти началась настоящая предсмертная агония. Она продолжалась мучительных четыре часа. Организм, ослабленный наркотиками, не выдержал нагрузки. И авантюра закончилась реальной смертью. Апрель 1945 года. Стремительное наступление советских войск на Берлин не оставляет немцам ни малейших шансов на спасение. В спешке немцы пытаются вывести из города секретные архивы Главного управления СС, службы безопасности Рейхсфюрера и все исследования тайного общества Аненербе. Но в результате на одну часть документов удается перехватить американцам, другая попадает в руки советских спецслужб. И хранились эти архивы до 90-х годов в Москве, на улице Ленивка. Целое здание подведомственное министерство обороны было под назначение, отведено для хранения этих документов. Известно исторический факт, что предлагали со стороны и Германии, и со стороны Соединенных Штатов эти документы передать для дальнейшей работы с ними. Нам удалось найти человека, который долгое время изучал именно эти секретные архивы нацистов. Взгляните, это директор Института русской цивилизации Олег Платонов. Многие годы он работал в особом архиве КГБ. Перед нами список членов масонской ложи Острея, существовавшей в 1930-х годах в Париже. Это совершенно уникальный список. По этому списку существуют различные досье, по которым можно определить, когда тот или иной член масонской ложи вступил в нее, и какое участие в ней принимал. Но для чего нацистам вдруг понадобились списки тайной масонской ложи? К тому же в разгар Второй мировой войны. Историки говорят, что Адольф Гитлер пытался создать настоящий банк данных обо всех оккультных обществах мира. Поэтому в годы войны вся информация о тайных организациях и масонских ложах со всех оккупированных фашистами территорий стекалась в Германию. Цель была такая. Изучив методы деятельности масонских лож и тайных обществ, создать некую доктрину управления миром, полного контроля над миром. Жизненное пространство для арийцев необходимо расширить, а всем человечеством должно управлять меньшинство. Впервые эти лозунги о мировом господстве были произнесены не с высоких трибун, а в кругу членов оккультного общества Туле. Это была самая влиятельная масонская ложа Германии, которая действовала в стране с 1918 года. Взгляните, это профессор Карл Хаусхофер. Известно, что именно он был идейным вдохновителем общества Туле. В прекрасных отношениях с ним находился Адольф Гитлер. Карл Хаусхофер рассматривал возможность создания новой расы сверхчеловеков, арийцев путем оккультных манипуляций, создания великой, сильной энергии, которая позволит арийцам, тогда в основном подразумевались это прежде всего немцы, делать все возможное и управлять всем миром. После разгрома Третьего Рейха часть оккультных знаний, которые масоны хранили на протяжении столетий, попала в руки американских спецслужб. Но какие именно это были сведения, остается только догадываться. Известно лишь, что Гитлер активно интересовался даже средневековым орденом тамплиеров, который был основан почти тысячу лет назад. Этот орден, один из наиболее изуверских масонских орденов, стал образцом для подражания и Наполеона, и Гитлера. Особенно Гитлера. Еще раз подчеркиваю, что Гитлер восхищался деяниями тамплиеров и считал себя духовным братом этого ордена. Но почему Гитлер настолько увлекся этим средневековым орденом? В начале 14 века во Франции состоялся суд над тамплиерами. Их обвинили в страшных грехах. Рыцари ордена не только отреклись от церкви, но и проводили черные мессы. И даже совершали во время своих оккультных ритуалов кровавые преступления. Считали, что для них допустимо все. Они посылали, скажем, ловить девушек и по всем возможным местам, которые жили там, этих девушек собирали в свои подвалы и совершали там с ними различные ритуалы, связанные с надругательством, и потом их убивали. Некоторые из них спаслись, и они потом давали показания о том, что там происходило. Исследователь Олег Платонов, изучив тайные архивы немецких масонских обществ, пришел к шокирующему выводу. Оказывается, Адольф Гитлер не только сам прошел все ступени посвящения в масоны, но и создал собственный тайный орден по типу масонской ложи. Он состоял, входил, был ближайшим соратником Карла Хоусхофера, входил в общество Туле. Так вот, в 1933 году на основании вот этого общества Туле в рамках нацистской партии была создана масонская организация, по сути, и была та же нацистская масонская ложа Анненербе. Она стала частью самого элитного подразделения немецкого СС. Взгляните, это знаменитый немецкий замок Вевельсбург. Именно здесь проходило посвящение в члены нового тайного ордена «Мертвая голова». Адептам, прошедшим ритуал, вручался символический перстень, на котором были изображены череп и кости. Именно череп и вот эти кости, они символизировали вечную жизнь. Потому что именно череп, он как бы подается наименьшей коррозии, больше всех сохраняется. Именно поэтому они используются. Здесь же, на земле, где стоял этот замок, руководство Третьего рейха планировало разместить столицу нового государства. Причем населять город должна была исключительно рафинированная публика, эсэсовцы и члены ордена «Мертвая голова». В это сакральное место также хотели перевести организацию Анненербе и главное управление эсэс. Вивельсбург напоминает треугольник. Многие предполагают, что это была символика чаши Грааля, то есть в которой опущено копье. Но с некоторой долей вероятности, если абстрагироваться от сугубых исторических фактов, можно утверждать, что да. В принципе, символику Грааля можно найти, потому что можно все-таки увидеть некое подобие чаши и некое подобие опущенного туда копья. Старинный, построенный в эпоху Ренессанса замок Вивельсбург, должен был стать для нацистов символом господства над миром, как когда-то чаша Грааля. Для этого были все предпосылки. И форма замка, напоминающая треугольник, и то, что расположен он был на территории Северной Вестфалии, которую эсэсовцы всегда считали сакральным местом. Весной 1945 года, когда Третий Рейх доживал свои последние дни, Генрих Гиммлер отдал приказ взорвать Вивельсбург. Немцы не хотели, чтобы замок достался советским или англо-американским войскам. Однако немцам не хватило взрывчатки. И тогда Вивельсбург подожгли. В выгоревшем замке союзники обнаружили потайную комнату, но и ее сейфы были пусты. По некоторым данным, там хранилось более 16 тысяч колец погибших эсэсовцев. После взятия Вивельсбурга англо-американскими войсками ни одного кольца там не нашли. Почему сейфы Вивельсбурга оказались пусты? Куда исчезло все то, что хранилось в оккультной столице Третьего Рейха? Результаты исследований Анненерба не могли испариться. После войны они достались тому, кто первым добрался до Вивельсбурга – американцам. А значит, в ближайшем будущем нам еще предстоит узнать пока скрытые тайны Третьего Рейха. Главное, чтобы их нынешние владельцы не поддались искушениям и не нашли им нового применения. А на сегодня шокирующей гипотез больше нет. Надеюсь, вам было интересно. А если кое-что из того, что мы сегодня рассказали, вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас не было задачи ввести вас в заблуждение. Мы лишь хотели показать все великое многообразие подходов к истинам, которые сегодня считаются незыблемыми. До встречи в программе «Самые шокирующие гипотезы». Каждый день с понедельника по пятницу, как всегда, в 18.00. Каждый день с понедельника по пятницу, как всегда, в 18.00.